Якутяне Ирина Даниленко и Илья Кузнецов стали финалистами открытого Кубка Хабаровского края по бодибилдингу. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены со всего Дальнего Востока. Стоит подчеркнуть, что атлеты из республики завоевывают высокие награды на этой сцене уже не первый раз. С подробностями наш корреспондент Юрий Осипов. В этом году на Кубке Хабаровского края приняли участие 53 спортсмена. Якутская сборная в составе трех человек привезла две медали. Ирина Даниленко стала первой в дисциплине фитнес-бикини до 166 сантиметров. Илья Кузнецов завоевал бронзу в классическом бодибилдинге в категории до 100 килограмм. Также за выступлениями спортсменов в качестве судьи наблюдал Александр Гринадеров. На осеннем турнире мы, наверное, на этом закончим, потому что мы не планировали ехать на Россию, не готовились. Это у нас такой был проходной турнир, прощупать свои силы, посмотреть. Прежде Илья Кузнецов успешно участвовал в пляжном бодибилдинге. Весной он стал чемпионом Дальнего Востока. Чуть позже победителем Гран-при Якутии. Кубок Хабаровского края стал для Ильи своеобразным дебютом. Он в первый раз выступил в классическом бодибилдинге. Это рост. В любом случае нужно расти. Любой уважающий себя спортсмен всегда стремится к какому-то росту, к саморазвитию в первую очередь. И поэтому я даже не задумывался, я и планировал делать так. Потому что, в первую очередь, повторюсь, пляжный бодибилдинг – это не спортивный конкурс. Это, точнее, это не спорт, это конкурс. А классический бодибилдинг – это спорт, где тебе могут призводить звание мастера спорта. В пляжном бодибилдинге такого нет. Профессиональную спортивную карьеру Ирина Даниленко начала совсем недавно. Она также успешно дебютировала на весеннем чемпионате Дальнего Востока. После этого у нее было еще несколько успешных соревнований. Подготовка к нынешнему турниру заняла у нее около двух месяцев. При подготовке к соревнованиям отличаются с жесткой диетой. Веса немножко меняются. Добавляется кардио. Впереди у наших спортсменов будет небольшой отдых, после чего они начнут подготовку к традиционному Кубку Якутии, который, как ожидается, пройдет весной. Юрий Осипов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск. Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск. Продолжение следует...